А сейчас я бы хотела пригласить лидера, которая, я уверена и знаю, что она в 2020 году начала ставить именно векторные цели. Она изменила постановку планов для своей команды. И в прошлом году ей не хватило всего несколько тысяч баллов, чтобы открыть новое звание «Сокфирова директора». И зная, как она работает, зная, как она изменила свою работу, работу своей команды, общение в команде, да, и вообще обучение, я уверена, что 2021 год она начнет именно с открытия звания «Сокфирова директора». Итак, встречайте, лидер, старший золотой директор на территории Москва Марина Успенская. Марина, подключайся. Привет, Марина. Всем привет, здравствуйте. Здравствуйте, самые красивые руководители бизнес-территорий Российской Федерации. Восхищаюсь вами обеими. Представлюсь для тех, кто меня не знает, в прямом эфире. Меня зовут Марина Успенская, я растущий золотой директор, старший золотой директор территории Москва. И та тема, о которой сейчас говорят и Вероника, и, конечно, выступает после легенд, легенд Арифлейм Хафизовых, это все темы очень близки вообще моей команде. И, в принципе, 2020 год для нашей команды, год, который постигнул всех, все мои директорские группы, меняться. И если раньше я говорила, что стрела, летящая в цель, пейзаж не замечает, то в 2020 году стало очевидным, что нужно скорректировать работу, нужно оглядеться и уже действовать с этими новыми условиями. Итак, что же мы подкрутили в 2020 и что возьмем с собой в 2021 год? Конечно, самое первое – это акценты и фокусы приглашения. Сейчас мы с нашими кандидатами говорим о том, что это важно – диверфицировать свои доходы. И вот это решение в пользу онлайн-предпринимательства – это естественный выбор вообще интеллигенции. Конечно, мы подчеркиваем мощь. Мощь Арифлейм, потому что большие бренды станут в пандемию еще сильнее, и обозначаем вот эти конкурентные преимущества именно сотрудничества с компанией, такие как и логистика развитая, и постоянно улучшающийся сервис, и то, что у нас продукция ежедневной актуальности и, конечно, доступные цены. Лично я еще в своем предложении сделала такой очень сильный акцент на Wellness. Я использовала, конечно, свой авторитет, авторитет команды. Я сама кандидат медицинских наук, и в команде у меня в ключевой очень много врачей. Именно поэтому мы проводили экспертные сессии, прямые эфиры. Все это было связано с темой, естественно, улучшения иммунитета в условии этой ковидной пневмонии. Но мы подчеркивали именно преимущества нашей шведской линейки и делали акцент на научной базе Арифлейм, на ученых, которые сотрудничают с Арифлейм, и, конечно, на наши сильные стандарты производства. И вот задача была у меня и у ключевой команды моей – это именно дать факты. Не мнения, а именно факты. Хотя, конечно, мы тоже использовали очень много отзывов о работе Wellness. Кстати, по отзывам у Wellness учим свою команду делать это нативно, продвигаем Wellness через, естественно, личный бренд, через сториз, через посты, грамотно позиционируем Wellness не как лекарство, а говорим, что это макро-микронутриенты, которые нужны нашему организму каждый день, и именно поэтому это способствует улучшению иммунитета. Второе. То есть вот первое, подкрутили фокусы в приглашении. Второе. Доверие к нам, как к бизнес-партнерам, к бренд-партнерам компании Арифлейм, конечно, формируется через наше грамотное позиционирование в социальных сетях. И оно возможно только, если мы с вами очень хорошо знаем, на какую целевую аудиторию мы работаем. И я вот в 2020 году поняла, что мне прям нужно очень сильно сузиться. То есть если раньше как-то вот я более широко представляла свою целевую аудиторию, то сейчас, в принципе, я прям сузилась, и я сразу увидела эффект. Анализируя вообще всех ключевых партнеров, которые пришли в 2020 году, все пришли на Марину Успенскую. И, в принципе, если вам нужны тоже качественные люди в бизнес, то в первую очередь нужно работать над своими страничками в социальных сетях. И здесь я не только говорю о визуале, не только о качественных фотох, хотя это тоже очень важно, но мы с вами должны понять, что нас оценивают и со стороны визуала, и со стороны текстов, и со стороны видео, и только потом уже делать выбор. И очень важно, чтобы наша целевая аудитория смогла идентифицировать. То есть мы одной крови, но у нас что-то пока есть такое, чего нет у них. Кстати, я всегда говорю своим партнерам, что, девчат, не нужно казаться лучше, чем вы есть. Наоборот, максимально будьте открытыми и естественными, потому что к вам придут ваши люди, и только так вы сможете с ними выстроить какие-то теплые бизнес-отношения. Если говорить о советах, то первое – это в позиционировании, в личном бренде надо обязательно определиться с целевой аудиторией. Это важно. Я прям целое обучение у меня есть на эту тему, и мы подробно очень это разбираем. Как только партнеры определяются, вот прям очень сильно сужаются, максимально эффективным становится работа в социальных сетях. Второе – если мы говорим про то, что нужно публиковать продающие сторис, продающие посты, то всегда учу это делать не в лоб, а с посылом, что я могу решить какую-то вашу проблему. Вот, например, я сегодня утром встала, и я разместила сторис про ночную маску на вечер, рассказала, что, господи, перед прямым эфиром я вообще не спала до утра, я поняла, что мне нужно ночью нанести маску, чтобы утром уже выглядеть хорошо. Потом я разместила сторис с маслом энергия. Мне кажется, это просто будет прорыв. Я очень вдохновлена этой серией, это все ученые, все, в общем, как я люблю. Третье, что нужно и важно в личном позиционировании себя в личном бренде. Важно сделать качественную продающую деловую презентацию буквально на 5 минут. То есть такое собеседование небольшое, которое позволит зацепить ваших кандидатов. У меня, кстати, есть в аккаунте моя презентация, можете посмотреть. И мне даже если отказывают, да, мои кандидаты, они пишут, Марина, я вообще все внимательно прослушала, все так красиво, классно, вот такая презентация, но пока не готова. Но презентация супер, поэтому это очень важно. Эти люди будут дозревать и потом, вероятно, тоже придут в команду. Ну и, конечно, всех тех, кто отказывает вам, обязательно просите разместить баннер в сторис о вас или какой-то продающий пост. Ну и третье, самое важное, это обучение. В 2020 году всем стало ясно, что лидеру, ну не просто надо что-то где-то прочитать, посмотреть, этого недостаточно. Наши кандидаты выбирают себе в наставники профессионалов. И здесь два вектора было у меня лично в нашей команде. Первое, мы систематизировали какие-то базовые знания, то есть я прям обновила свое базовое обучение, которое незыблемо. И второе, естественно, подкручивали все, что касалось приглашения на рынок именно в данный момент. И скажу откровенно, в 2020 году нам, как лидерам, компания очень сильно облегчила жизнь, потому что очень много обучения по продукту. Я призываю всех лидеров, которые сейчас нас смотрят не только в России, брать все обучение от компании. Я считаю, что просто десятка это обучение в SMM Академии Арифлейм. Не надо ничего покупать нигде. Это великолепная академия. Движение Go for Gold. В моей команде есть выпускники и даже отличники этого движения. Я и мои директора стали участниками обучающего интенсива для менеджеров на территории Москва. И мне, вот знаете, что еще был такой нюанс? Мы очень взаимодействовали с нашим RSM, с партнером по развитию нашей ключевой команды. И я, в принципе, каждому директору рекомендую обновить диагностику системы. То есть у кого взгляд замылился, где пробоины, что непонятно, вроде бы расти хочу, цель вижу, но вот именно скорректировать этот вектор. И вот эта вот работа такая коучинговая, она поможет вам обнажить свои проблемы и понять, куда двигаться дальше. Ну и, конечно, мне очень нравится, что топ-менеджмент собирает планерки, собирает растущих лидеров. Все делятся опытом сегодняшнего дня. И даже вот если вы просто будете смотреть каждую неделю «Доброе утро, Россия», это уже кладезь для вдохновения, мотивации, обучения. Я вот пока сидела за Альбиной, уже записала целый лист просто из ее небольшого выступления, потому что каждое слово просто на вес золота. Ну и уж, конечно, я благодарна за канал рекрутинга, который сделали в Reflame России, где собрали, по-моему, все методы. И если мне партнер говорит, Марина, я не знаю, как рекрутировать. Я говорю, слушай, ну если уж прям ты все перебрал, давай заходи в этот канал, вот прям с самого начала читай. Я уверена, что ты однозначно найдешь какой-то метод, который срезонирует именно для тебя. Ну и в завершение хочу сказать, что в 2021 год я вошла вот с полным ощущением спокойствия и уверенности. То есть вот я поняла, что все будет идти все равно так, как надо. Вот что бы ни происходило, мы все равно вместе с компанией найдем какой-то новый путь. И я, конечно, очень благодарна Reflame. Ну, во-первых, за ту жизнь, в которой я сейчас живу, за то количество умных, успешных людей, ярких, с которыми я познакомилась. Я безумно люблю свою команду. Я через них очень ощущаю остро свою жизнь. Я горжусь своими наставниками, своими бизнес-подругами. И, конечно, я просто безумно тащусь, простите за это слово, от нового руководства компании Reflame. Я очень благодарна. И я хочу, чтобы мы все с вами сделали 2021 год ярким, ярким в нашей жизни, в нашей бизнес-жизни. Благодарю. Марина, спасибо большое. Супер.